Доброе утро! Начинаем новый день вместе с Утро Якутии. Заряжаемся на плодотворные, на добрые, позитивные новости на этот рабочий день. И чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. На этой неделе каждое утро с вами встречаю я, Полина Долинская. Я желаю вам бодрого и доброго утра, и вот о чем мы сегодня расскажем вам в течение часа. Близится самый волшебный праздник – Новый год, который ждут с нетерпением и взрослые, и дети. Сейчас многие семьи готовятся к рождественским праздникам и начинают украшать яркой иллюминацией свои квартиры, дворы, а также целые дома. Самый красивый увидим в прямом эфире. Сытный, вкусный и горячий завтрак за считанные минуты поделимся рецептом брускетты итальянского бутерброда. А в Ленске прошла новогодняя ярмарка рукодельниц. Поговорим об этом подробнее. Участницы ярмарки продемонстрировали ленчанам свои работы, выполненные в самых разнообразных техниках прикладного искусства. Встречайте Новый год с «Утро Якутии» в пассажирском поезде. Команда «Утро Якутии» выехала в столицу золотой промышленности, в Алданский район, чтобы подарить праздник детям из Алданского центра семейного устройства. О том, что осталось за кадром и как снималась передача, узнаем в течение всей программы. Я напоминаю, что мы работаем с вами в прямом эфире. Вы всегда можете писать нам по номеру 8-914-273-44-88. Рассказывайте, с какими итогами вы встречаете этот Новый год, делитесь планами на год следующий, ну и, конечно же, поздравляйте своих родных и близких с самым главным праздником. Также можете писать нам в телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь и узнавайте последние и открывальные новости. Прямо сейчас предлагаю узнать, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 27-32 градуса ниже нуля. В Заречной группе 31-41 мороза. В Южных минус 20 в Алдане и минус 37 в городе Нерюнгре. В Вилюйской группе теплее всего в это утро. В Сунтаре минус 14, в Верхневилюйске минус 20. В Нижнеленских 26-28, в Западных 16-20, градусов ниже нуля. В Колыме-Индигирской группе улусов минус 30-43 градуса. В Янских минус 22-27, на Северо-Западе 29 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 29 градусов мороза. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 5 метров в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад. Ветер северный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 28-30 градусов со знаком минус. Каждый человек должен знать, как приготовить быстрый завтрак. Времени часто с утра не хватает, поэтому нужно получить максимум пользы и вкуса за очень короткий срок. Есть масса подобных простых рецептов, например, брускетта и итальянского бутерброда. Главное отличие этого блюда – это наличие свежих овощей. Сытный, вкусный и горячий завтрак за считанные минуты. Всем доброе утро! Сегодня приготовим очень вкусный и полезный завтрак, такой как яичница глазунья с брускеттой и соусом гуакамоле. Ну что, приступим к приготовлению. Для этого нам понадобится чиабатта или багет. Можно вообще тостовый хлеб использовать. Нарезаем на такие вот брускеттки и подсушиваем на сковороде или на гриле. Пока подсушивается наша брускеттка, займемся приготовлением соуса гуакамоле. Гуакамоле – это классический мексиканский соус, который делается из спелого авокадо. Так, берем авокадо. Достаем косточку. Вынимаем из него мякоть. Так, брускетки наши с одной стороны подсушились, подсушиваем с другой. Так, авокадо теперь нам нужно размять либо вилкой, либо измельчить в блендере. Так, авокадо измельчили до однородной консистенции. Вот такая у нас консистенция получается. Для гуакамоле нам понадобятся помидоры, перец чили, лайм, репчатый лук и несколько листочков мяты. Можно использовать вашу любимую зелень, кинзу, петрушку. Так, лучок нарезаем мелким кубиком. Добавляем к авокадо. Также нарезаем перец чили. Кто любит поострее, побольше чили, кто не любит поострее, можно без него, либо совсем чуть-чуть добавить. Добавляем перец чили. Помидоры нарезаем кубиками. И добавляем к нашей смеси. Теперь наш гуакамоле нужно заправить. Заправляем его соком лайма. Лайм я предварительно вот так покатаю, чтобы он дал больше сока. Разрезаю. И выдавливаю. Обязательно солим. Добавляем молотого перца и немного оливкового масла. Хорошенечко перемешиваем. Получается вот такая вот прекрасная консистенция. Итак, наш гуакамоле готов. Брускеты готовы. Осталось пожарить яичницу. Так, на сковородочке с капелькой маслица обжариваем яйца. Я обожаю яичницу глазунью. Так, а тем временем, пока жарится яичница, наш соус выкладываем, не жалеем. Что может быть прекрасней авокадо? Так, украсим немного микрозеленью. Это горох, между прочим. Вы можете его выращивать у себя дома, на окошечке. Так, яйцо немного подсолим. Так, наша яичница готова. Выкладываем на тарелочку. Можно украсить свежей руколой и полить немного оливковым маслом. Итак, наш вкусный, а самое главное полезный и очень простой в приготовлении завтрак готов. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Приятного аппетита всем, кто сейчас приступает к завтраку или хотя бы просто пьет кофе. Сейчас за эфиром мы с нашей съемочной группой обсуждали, а будет ли у человека время, чтобы готовить такие изыски. Хотя, друзья, на самом деле у нас есть целых 9 дней праздников для того, чтобы попрактиковаться в приготовлении завтраков. Но, правда, мы вычеркнем оттуда 1 и 2 января, когда завтракать мы будем традиционно с салатами оливье. Двигаемся далее. В Москве появились маршруты легендарной Аннушки – трамвая А. Первый трамвай появился в Москве в 1899 году. Первый маршрут электрической городской железной дороги проходил от Бутырской заставы, ныне это Савеловский вокзал, по Нижней и Верхней Масловке. Вскоре в городе появились знаменитые буквенные маршруты. 29 декабря 1911 года был пущен трамвай А, который москвичи с любовью называют Аннушкой. Он курсировал по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. О других интересных датах и событиях в нашей традиционной рубрике. На календаре 29 декабря. Сегодня отмечают Международный день в Ялан-Чили. День еще столько всего надо сделать. День встань на весы. По народному календарю этот день посвящен памяти ветхозаветного пророка Агеи. Его считали покровителем человеческой души. В этот день люди молятся обо всех недавно умерших родственниках. Также принято просить о сохранении чистоты души новорожденных детей. Для этого ходят в церковь и ставят свечку. В старину в этот день гадали на погоду. Для этого вылепливали из снега человечков, который бросали в костер. Если огонь – газ, то на протяжении всех святок ожидали ясную погоду. События в этот день. Петром Первым был издан именной указ номер 1735 о переходе на юлианский календарь. Екатерина Вторая ввела бумажные денежные знаки. По бульварному кольцу Москвы начал курсировать трамвайный маршрут А, в народе ласковый прозванный Аннушка. В этот день был создан спецотряд МВД «Витязь». Также в этот день была создана головная подводная лодка Ка-51, которая вошла в состав Северного флота России. В этот день родились Елизавета Петровна, российская императрица из династии Романовых, дочь Петра I. Маркиза де Пампадур, французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV. Карл Росси, русский архитектор, один из создателей русского ампира. Марсель де Пре, французский инженер и физик. Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Декстер Холланд, американский музыкант, композитор, вокалист и гитарист группы The Offspring. Именины сегодня отмечают Семен, Петр, Павел, Николай, Макар, Илья, Вальдемар, Владимир, Аркадий, Александр и София. Новый год. Новый год. Вот такой замечательный двор, попадая в который ты словно попадаешь в сказку. Я уверена, что эта семья, а также гости и родственники, когда приходят в этот дом, они точно сразу имеют большое новогоднее настроение. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы, которые расскажут последние и актуальные новости. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Якутии предложили начать субсидировать часть транспортных расходов предпринимателям из арктических районов. Такое предложение озвучено на Координационном совете по предпринимательству при главе республики. Айсен Николаев поручил региональному правительству совместно с районными администрациями и предпринимательским сообществом разработать в следующем году отдельную программу по субсидированию. Также глава поддержал предложение о подготовке кадров, которые будут заниматься северным завозом. Напомним, в начале этого года в республике установлены налоговые послабления для субъектов малого и среднего бизнеса. В наступающем году ставки по упрощенной системе налогообложения не будут сразу же возвращаться к ранее действовавшим значениям. 6 и 10 процентов. Повышение будет происходить постепенно. Итоги года матери подвели в Ленском районе. В районе в течение года провели много мероприятий и оказывают и меры поддержки. Беременным женщинам Спиридуя, Витима, Толона и Инялы оплачивают проезд на родоразрешение в районный центр. В роддоме центральной больницы выделяют комплекты и для новорожденных. Каждому сотому ребенку, рожденному в районе, выплачивают 100 тысяч рублей. Материальную помощь оказывают семьям, имеющих детей инвалидов. Также выплачивают компенсацию затрат на ремонт жилья, санаторно-курортное лечение и обследование. Что касается мероприятий, то их было множество. Победители получили финансовое вознаграждение. Также этот год у нас был богатым на награждение. У нас есть очень хорошая награда, которую получила жительница Анаторинского наслега Рикпаева Галина Андреевна. Она удостоена знаком материнской славы третьей степени. Это мама семерых детей. Она получит выплату в размере 100 тысяч рублей. 10 семей Ленского района были удостоены почетного диплома многодетной семьи. И к этой выплате также полагается 10 тысяч рублей. Сейчас мы ведем набор документов, кандидатов на получение почетного диплома мамы. Две семьи из Ленского района получили награду такую, как «За любовь и верность». Она очень популярна у нас в нашем районе. Очень много семей подают документы. Но вот в этом году это две семьи. Мы за них очень рады. В первый день нового года начнет работу социальный фонд. Он объединит пенсионный фонд и фонд соцстрахования. В полномочия вновь образованной структуры войдет начисление единого пособия для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Единое пособие заменит несколько выплат, которые сейчас начисляют по линии соцзащиты. Так, в Алданском районе в настоящее время дотации получают порядка трех тысяч семей. Заявление на начисление единого пособия граждане смогут подать с 1 января. Критерии расчета останутся теми же. Размер компенсации составит 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума в зависимости от комплексной оценки нуждаемости семьи. Условия, в принципе, там сохранены все те же, которые были на выплаты от трех до семи лет по линии соцзащиты, которые предоставлялись, и также от 8 до 17 лет, которые шли по линии пенсионного фонда. Сейчас, с 1 января, данное пособие будет предоставляться социальным фондом. То есть это новое название пенсионного фонда. Заявление можно будет подавать также через госуслуги с 1 января. А с 9 января, то есть уже можно будет обращаться непосредственно в социальный фонд. То есть там в клиентскую службу и так далее. Строительство 168-ми квартирного дома завершили в Ленске. В него по программе переселения граждан из аварийного жилфонда переедут 450 человек. Объект площадью почти 8 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. Он находится на Ньюиском переулке. Новоселы должны получить ключи от квартир с чистовой отделкой до Нового года. Отметим, в период с 19 по 21 годы в Ленском районе построили три дома. В этом году ввели в эксплуатацию две новостройки. Многие начинают свой день либо со стакана воды, либо предпочитают все-таки кофе. Но есть такой еще один прекрасный напиток, как чай. Напиток, который предпочитают употреблять на протяжении дня. Утро подходит для крепкого зеленого чая. Организм просыпается, поэтому нуждается в повышенной порции кофеина и витаминов. Чай, выпитый в это время, способен помочь нам прогнать сонливость, настроиться на рабочий лад, разогнать обмен веществ. Это способствует лучшей работоспособности на протяжении дня. Всем добрый день, меня зовут Иванов Лазер. Я являюсь чайным специалистом уже на протяжении четырех лет. И сегодня я вам поподробнее расскажу о своей профессии и что это вообще значит. Сама работа ТИ-тестера изначально она появилась примерно в 16-17 веке, как только уже зародился чай. И уже в то время появились люди, которые начали изучать данную культуру. И распознавать разные вкусовые ноты, распознавать градации вкусовых изменений в зависимости от региона, в зависимости от культивации, в зависимости от метода сбора, в зависимости от переработки и так далее. Потому что все эти факторы влияют очень сильно на итоговый вкус напитка. Но особую распространенность данная профессия в России и в частности в нашей республике нашла относительно недавно в современном 21 веке. Это примерно 2010-2012 года. Какие качества в человеке нужны будут, чтобы работать ТИ-тестером? Ну, в первую очередь, само собой, это любовь к чаю и любовь к распознаванию чего-то нового, чего-то необычного. Потому что каждый чай будет иметь все равно свои особые вкусовые черты. Какие знания понадобятся человеку, чтобы вступить в данную профессию? В первую очередь, это даже не знания химии, биологии. Конечно, базовые элементы и базовые знания вам пригодятся. Но в первую очередь, это все-таки нужно будет хорошо знать процесс создания и приготовления чая. Потому что чай, это, знаете, такая удивительная штука, где, по сути, самую особую распространенность имеет камелия китайская. Это классический, истинно исконный куст, из которого делают практически все чаи. Это касается черных, зеленых, улунов, белых, красных и так далее. И вот, дорогие друзья, представьте, один чайный лист от одного и того же растения, в зависимости от региона произрастания, в зависимости от разных условий произрастания, от разных методов переработки и сбора, может быть абсолютно совершенно разным. Может идти градация от абрикоса, персика или каких-нибудь очень нежных цветковых полевых вкусов. И лично меня особенно именно это притягивает. Есть такое замечательное выражение. Любому кофе мира я бы предпочел кофе в аэропорту. Я бы добавила, что самый вкусный чай команды съемочной группы «Утро Якутии» пили в пассажирском поезде. Встречайте Новый год с «Утро Якутии». Команда «Утро Якутии» выехала в столицу золотой промышленности Валданский район, чтобы подарить праздник детям из Алданского центра семейного устройства. Мы преодолели 400 километров из Нижнего Бестяха до Алдана и за это время познакомились с профессиональной командой железнодорожников, благодаря которым встречаются люди, ездят поезда и даже соединяются судьбы. О том, что осталось за кадром и как снималась передача в материале Ирины Григорьевой. Именно так весело и дружно команда «Утро Якутии» отправилась перед Новым годом по интересному маршруту. В этом году ведущие преодолели маршрут 400 километров и провели незабываемое путешествие из Нижнего Бестяха в Алдан. И окунулись в суетливую атмосферу перрона, домашнюю и совершенно потрясающую атмосферу поезда. Вместо студии – купе. Вместо павильона – узкий тамбур. Операторы работали в ограниченном пространстве и в ограниченное время, ведь им нужно было не создавать помех другим участникам движения. Путь до Алдана не близкий, но под стук колес и под гул локомотива время съемок пролетело быстро. Интересные попутчики и случайные пассажиры. Интервью в режиме реального времени. Путейцы, осмотрщики вагонов, дежурный по парку, проводники и машинисты локомотивов. Поехали. Железнодорожникам пришлось на время сменить профессию и под чуткой вниманием операторов писать по нескольку раз проходку и делать несколько дублей в мороз. Главная задача – состретили поездов. На железнодорожной станции на Нижнем Бестяхе съемки проходили при температуре минус 46 градусов, где замерзали не только камеры, но и забывали слова. Монтеру пути они любую. И ради красивого плана вход шла даже метла. Что случилось? Я тут, и вы с собакой. Полночь поезд преобразится. Теперь это настоящий сказочный экспресс. В новогоднюю ночь здесь можно встретить кого угодно, например, спортсменов. Целая команда едет в Хабаровск. Отчего бы им не стать звездами поезда. Заодно и телевизионного эфира. Для многих мальчишек и девчонок поезд – это настоящее приключение. Можно лежать на верхней полке и смотреть в окно, за которым пробегают дома, деревеньки и незнакомые станции. У каждого пассажира припасена своя особая история, как и у этого машиниста Алексея, который возвращается со смены домой, и у которого даже припасена любимая песня. Встреч в поезде будет много. Алданцы, нюрингринцы, жители Амурской области. У каждого свой рецепт счастья в новогоднюю ночь. Кстати, в вагоне-ресторане, где мы готовили рецепт оливье, благодаря помощи проводников, салат удался на славу. Но самый главный подарок «Утро Якутии» приготовила в конце программы. Коллектив «Утро Якутии» подарил праздник детям из Алданского центра семейного устройства и вручил новогодние подарки. Приезд был неожиданным как для работников, так и для самих детей. Может быть, поэтому встреча прошла по-семейному теплой. В Алданском районе мы познакомились с профессиональной командой железнодорожников, благодаря которым ездят поезда, встречаются люди и даже соединяются судьбы. А на лицах всегда появляются улыбки, от которых на душе становится тепло. Ну что ж, на этом наш необычный новогодний выпуск подошел к концу. Я думаю, что... Новый год! Нет! Новогодний экспресс выезжает завтра утром ровно в 7 часов утра. Занимайте места согласно купленным билетам и хорошего вам путешествия вместе с «Утро Якутии». Ирина Григорьева, Семен Семенов, Джулустан Иннокентьев, Нижний Бестях, Алдан. Смотрите новогодний выпуск программы «Утро Якутии» уже завтра, 30 декабря, в 7.00 часов утра на телеканале «Якутия-24». Подводите эти итоги вместе с нами. Проходит год и поздравить друзей с наступающим Новым годом собрались представители Ассамблеи народов Якутии на елке дружбы в городе Нерингре. Дружественная встреча прошла в городском музее. Подробности в сюжете Ирины Ждановой. Колоритные национальные костюмы – блюда разных народов. Все, как и полагается, у веселых, творческих и гостеприимных представителей Нерингринского отделения Ассамблеи народов Якутии. Сегодня нас пригласил наш музей, пригласил директор Илья Владимирович на мероприятие «Елка дружбы», где мы обменяемся своими пожеланиями, своими впечатлениями, наставлениями на будущий год. И будет приятное чаепите. «Елка дружбы» – это неофициальная встреча, где старые друзья, представители разных народов собрались, чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом. На такие праздники я уже не в первый раз хожу всегда с большим удовольствием, потому что здесь именно дружба, сплоченность наших наций, которые проживают уже ближе к 50 лет. Потому что с 1975 года нашей автономии в феврале исполняется ровно 30 лет со дня его образования официально. На самом деле наша автономия существует уже 43 года. Такую предновогоднюю встречу национальные общины проводят впервые, но планируют сделать ее традиционной. Конечно, для нас это очень здорово. Разная культура всех, она же в итоге объединяет. Но все граждане одной страны, великой страны. И разделять, конечно, ничего не надо. И мы вот решили вместе с ними сделать вот такую акцию. «Елка дружбы» называется. Мы пожелания развешивали. И все посетители, которые будут приходить к нам в музей, они снимут и прочитают какие-то хорошие, добрые слова. И, возможно, это позитивно добавит энергии на будущий год. Сейчас состав ассамблей насчитывает 11 национальных общин. И уже в следующем году планируется увеличить это число до 15. И проводить еще больше мероприятий, раскрывающих культуру, традиции и обычаи разных народов. Ирина Жданова, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков. Нерюнгри. Но мы продолжаем наш эфир. И сейчас настала пора нашей рубрики «Пусть мама придет», где мы рассказываем о ребятишках, которые ждут и ищут своих родителей. И мы надеемся, что уже в этом наступающем году у наших героев в этой рубрике действительно произойдет новогоднее чудо, и они обретут своих родителей. Представляем двух замечательных братьев. Знакомьтесь, это Леон, ему 5 лет. Он очень творческий мальчик. Любит рисовать, лепить. И это у него получается очень хорошо. Глебу 3 года. И он очень любопытный мальчик. Глеб очень спортивный, физически развит, любит подвижные игры, игры с мячом. У Леона очень своеобразный характер, но он очень добрый и ласковый. Всегда помогает друзьям, брату. У Леона и Глеба есть младшая сестренка Милена. Знакомьтесь, это Милена, нам один годик. Поступила она к нам 15 апреля 2022 года. Девочка по характеру спокойная, улыбчивая, милая. С интересом познает окружающий мир. Любит тактильный контакт, стремится к индивидуальным общениям. Учимся ходить, уверенно стоит, держать за перилом. Ходит с поддержкой взрослого. Милена очень любит играть стучащими, музыкальными игрушками. Сон у нас спокойный, аппетит у нас очень хороший. Милена шустрая и подвижная девочка. Она не сидит подолгу, предпочитая активные движения и изучая все происходящее вокруг. А еще Милена любит массаж. Милена у нас уже девочка большая, но немного любимая. Сама еще не хочет ходить пока. Но активно ползает. Сейчас у нас Милена немного простужена. У нее еще плюс ко всему оздоровительному массажу. Ну, в общем, идет вибрационный массаж, чтобы помочь не откаживаться. Братья познакомились с сестренкой совсем недавно и пока с интересом наблюдают за ней и понемногу общаются. Мы надеемся, что Леон, Глеб и Милена обретут семью. Ну, а мы продолжаем рассказывать про проект творческого объединения «Кандекан», который еще в начале этого года дали старт экологической акции к столетию образования якутской автономии «100 картин». И в нашей сегодняшнем выпуске мы продолжим рассказывать об их участниках. Я с огромным нетерпением спешу представить вашему вниманию следующую гостью нашего видеопроекта «100 картин» для медицинских учреждений Якутии. Это директор по бизнес-проектам агрохолдинга Туймада Яна Локоцкова. Миссия агрохолдинга заключается в обеспечении населения качественной местной экологичной продукции. И, учитывая данные факторы, мы заботимся о здоровье жителей нашей республики, а кто, как не наши врачи, заботится об этом еще больше. И, учитывая фактор, что картины будут нарисованы с использованием специальных красок и потом подарены медицинским учреждениям, тем самым мы выражаем благодарность нашим врачам за заботу о нашем здоровье. Мы предлагаем вам присоединиться ко встрече с владелицей сети французских пекарин «Бонами» Натальей Решетняк. Вы знаете, проект «Кандыкан» — это уникальный, на самом деле, проект. Это достояние, я считаю, нашей республики. И я не могла пройти мимо. И когда я узнала о том, что еще будут нарисованы 100 картин для медицинских учреждений, у меня, честно, пошли просто мурашки. И я сказала себе, я должна оставить след после себя. И это уникальная возможность немножечко не просто проживать эту жизнь, а оставлять после себя какие-то смыслы. Следующий наш герой — Джулус Сафронов, заместитель директора и соучредитель компании «Астрок». Цель и миссия проекта «Кандыкан» очень созвучны нашей компанией и очень импонирует. И поэтому мы бы хотели поддержать акцию «100 картин» и донести до молодежи сохранение самобытности и культуры народов. Пользуясь случаем успехов в новых начинаниях, простого человеческого счастья и крепкого здоровья. Наступила пора корпоративов. Время, когда можно непросто встретиться с коллегами в неформальной обстановке. Многие женщины уделяют своему гардеробу значительное время, забывая, что венцом удачного образа являются хорошо и со вкусом подобранные туфли. Можно купить свое идеальное платье, но ошибиться с обувью. И тогда облик в целом будет провальный. Как избежать подобного казуса, узнаем у нашего стилеста. Доброе утро, друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. Сегодня мы с вами обсудим зимнюю обувь и тренды на нынешний сезон. Обувь всегда является визитной карточкой каждого человека. Это способ самовыражения. Именно по ней можно сказать, какой образ жизни вы ведете. Поэтому сегодня покажем вам самые актуальные модели, которые будут сопровождать вас этой зимой. Совсем скоро начинаются новогодние корпоративы и праздники. И, конечно, именно в этот период нам хочется выглядеть как можно ярче. Я предлагаю сделать акцент на яркую и интересную обувь, которая отразит вашу индивидуальность. Все наряды можно разнообразить только одной шикарной парой туфель. Привычные для нас бежевые лодочки могут быть разными. Здесь добавлены декоративные детали из страз, которые здорово подчеркивают миниатюрность ножки. И также хорошо это будет смотреться в светлых образах. Вы можете выбрать платье металлического цвета или, возможно, серебряного, что будет очень актуально в этот Новый год. Добавим летней свежести в образ и выбираем вот такие вот зеленые туфли. Данный травяной цвет очень актуален. Его можно сочетать по-разному. Такие туфли будут очень органично смотреться в полностью черном образе. Или можно выбрать платье в тон. Тоже зеленое, возможно, чуть светлее или темнее. Розовый цвет сейчас есть везде. И, конечно же, это самый актуальный цвет 2022 года. В таких ботильонах вы точно не останетесь незамеченной. Выбирайте такие и сочетайте с розовыми колготками. И, может быть, даже полностью с розовым платьем. И вы будете похожи на сладкую конфету или барби. Ну, а если серьезно, такие ботильоны хорошо будут смотреться в сочетании с черным или белым цветами. Это будет смотреться умеренно, и данный цвет немного сгладится. Но по-прежнему будет оставаться очень эффектным. Базовая позиция на комфортном каблуке в интересном цвете. Именно такие ботильоны вы можете приобрести как долгоиграющий предмет гардероба. В новогодние праздники вы можете отметить в нем корпоратив и классно потанцевать. А потом внедрить его в свой офисный гардероб в сочетании с брюками или юбками. Будет смотреться очень здорово. Такие ботильоны – суперактуальная модель, которая отлично дополнит базовый гардероб любой девушки. Черные лодочки можно назвать нестареющей классикой. Здесь у нас с вами очень интересный каблук, отлично вытянутый нос, который будет вытягивать и подчеркивать стройность ваших ног. Такие туфли можно сочетать совершенно по-разному. И они-то точно найдут место в вашем гардеробе даже на всех будущих праздниках. В городе Ленске прошла новогодняя ярмарка рукодельниц. Изделия ленских мастеров можно было приобрести сразу на месте. Участницы ярмарки продемонстрировали и ленчанам свои работы, выполняемые в разных техниках прикладного искусства. Более подробно о них смотрите в нашем сюжете. На выставке были представлены авторы интерьерных игрушек, мастера-маловары, рукодельницы в сфере вязания, бисероплетения, докупажа, лоскутного шитья, создания авторских украшений, а также одежды и аксессуаров из кожи и других материалов. Ленчане, посетившие новогоднюю выставку-ярмарку, не уставали удивляться безудержной фантазии и умению местных мастериц. А некоторые унесли частичку души автора с собой. Я, например, пила планер, очень хороший подарок. Здесь очень много есть и детских игрушек, и игрушек на елке. Тут даже интерактив такой, что можно сделать свои значки по своим индивидуальным каким-то картинкам. Олеся Вастева делает на заказ обложки для документов. На прилавке девушки был представлен их большой выбор. На любой и даже самый изысканный вкус. Я занимаюсь изделиями ручной работы из кожзама. Это обложки на паспорт, это планеры, блокноты. В общем, такие приятные мелочи, которые можно подарить в подарок или самому пользоваться. Николай Погодин – преподаватель детской столярной мастерской. Тоже стал участником новогодней ярмарки. Молодой человек вместе со своими учениками представил ленчанам продукцию из дерева, изготовленную руками детей. Здесь представлены игры настольные, разные модификации, вышибалки так называемые. Ребята делали все сами, строгали, я немножко помогал, конечно. А также старшие ребята, старшие группы сделали такие приборы для строгания замороженной рыбы, для струганины. Ну и какие-то поделки к Новому году. Это уже делали ребята из младшей группы. Новогодние деревянные елочные игрушки произвели настоящий ажиотаж. Их разобрали за несколько минут. Ребята остались довольны. Любовь Немцова предлагала посетителям ярмарки сыграть в трансформационную игру «Лила». Надо сказать, что и это направление было в этот день востребовано у ленчан. Они сначала интересовались правилами, а потом с удовольствием играли. Эта игра, это микросхема вашей жизни. То есть через запрос ты получаешь ответ, в твоем подсознании поднимаются какие-то воспоминания, и ты понимаешь, в каком направлении тебе двигаться. Это может быть любой аспект вашей жизни. Ярмарка прошла с размахом. Остались довольны и посетители, и рукодельницы, которые за считанные часы реализовали весь представлен товар. Следующая ярмарка состоится в преддверии 8 марта. К ней уже сейчас начинают готовиться ленские мастерицы. Светлана Балеева, Александр Ольчук, Ленск. А теперь давайте узнаем, что нас ждет в эти новогодние праздники в кинотеатрах столицы. Доброе утро. На что сводить ребенка в кино под Новый год? С 29 декабря в кинотеатре Лена стартует отечественный мультфильм «Пятая часть» Ивана Царевича и Серого Волка. Новая лента – это перезагрузка всей истории об Иване Царевиче, его верном помощнике Сером Волке и возлюбленной Ивана Василиси, переворачивающая всю сказочную мультик-вселенную. Мультфильм расскажет продолжение истории Ивана и Василисы. По сюжету молодым наскучила спокойная жизнь, поэтому они отправляются туда не знаю когда. Вот только эффект бабочки устроил героям волшебную перезагрузку. Теперь во всем 39 царстве никто не помнит даже, как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану, Серым Волкам нужно перевернуть всю вселенную мультфильма. Бабочки называются. Если бабочку прогнать, то мир уже не будет прежним. Я разрушу чары, и мы снова будем жить счастливо. Тебя нет на фотографии. Слодь бы четыре шага. Вы уверены? Планги! Импровизирую! Главное – самому себя не забывать, и все получится. А через неделю, 5 января, смотрите триллер «Операция Фортуна. Искусство побеждать», где Джейсон Стетхэм меняет профессию инкассатора на наемного убийцу в новом фильме «Гая Ричи». Элитный разведчик Орсон по кличке Фортуна получил новое задание – остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит легкой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Свет, камера, экшен. Нет причин нервничать. Они всего лишь убийцы. Ты же актер. Играй. Ладно, я готов. Тебя сейчас хлопнут. Так хлопни первым. Мило. Что случилось? Он тебя узнал. Также 5 января кинотеатр Лена приглашает на хоррор «Астрал потомства». По сюжету молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув ткань с сатанистскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать. А на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения, приятного просмотра и с наступающим Новым Годом. Все новогодние дни со 2 по 8 января в Государственном Академическом Русском Драматическом Театре имени Александра Сергеевича Пушкина будет идти премьера спектакль «Часы с кукушкой» по одноименной пьесе легендарного советского драматурга, актера и поэта Леонида Филатова. Чем удивить своих зрителей старейший театр Дальнего Востока? Ведь традиционно наш русский театр к Новому году выпускает яркие и громкие премьеры. Узнаем у исполнителей главных ролей актеров театра Екатерина Нарышкина и Евгения Кузьмина. Доброе утро! Доброе утро! Екатерина, хотелось бы начать с вас, ну и, конечно же, начать с поздравления. Буквально пару дней назад Айсен Сергеевич, глава нашей республики, вручил вам звание заслуженной артистки республики Саха. Спасибо! Мы вас поздравляем! Расскажите, поделитесь своими эмоциями, и что теперь это для вас значит? Налагает ли это какие-то дополнительные обязанности, может быть? Ну, само награждение, это было очень волнительно, я даже сама не ожидала такой реакции от себя. А ответственность, ну, мне кажется, всегда свою работу надо делать ответственно. И я испытываю большую благодарность коллективу нашего театра, к руководителю Сан Санычу Лобанову, и испытываю большую любовь и радость. И наверняка гордость еще. И гордость. И какие вот ощущения, вот за два дня уже что-то поменялось внутри? Да нет, пока я еще не вкусила всего этого. Ну, 2023 год, встречайте с хорошими результатами. Ну, и так, «Часы с кукушкой» Леонида Филатова. Многие самого имя Филатова воспринимают как актера, главного актера фильма «Экипаж». Также мы знаем его, что он автор Федота Стрельца, Удалова молодца. А вот «Часы с кукушкой» для многих наших телезрителей, как и для меня, это что-то новое. Расскажите, о чем этот спектакль? Спектакль о супружеской паре, которая находится в застое, наверное, в упадке бытовой страсти. Так скажем. И в один прекрасный день их посещает один гость, который все переворачивает с ног на голову. И они смотрят друг на друг другими глазами и, наверное, решают какие-то вопросы, которые давно-давно между ними висели. И новое дыхание в их отношениях появляется. То есть это что-то про семейный кризис. Ну да, 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 да. Ну такая... Милая история. Да, бытовая мелодрама такая, ну комедийная мелодрама, даже вот так скажем. Конечно, не такого недогомерического смеха такой все. Да, это такой умилительный такой спектакль. Семейный. Да, очень приятно в таком материале работать. Для кого он подойдет? И, может быть, есть какие-то возрастные ограничения? Или же можно абсолютно любому зрителю? Мне кажется, что это абсолютно для всех. Для подростков, например, почему нет? Посмотреть, что может, как отношения могут развиваться. Для семейных пар, которые со стажем и уже с опытом. Мне кажется, это спектакль на все возраста. Здорово. А в спектакле рассказывается взаимоотношение супругов вам, как супружеской паре, и в жизни. Наверное, было сложно или, наоборот, легко? То есть вы многие моменты понимали, потому что их переживали. Вот как вы вживались в роли? Ну, мы еще не в кризисе. Мы еще молодая супружеская пара. Но оказалось, что сложно. Да, совместная работа как раз-таки накидывает кризис. В отношения. Потому что, когда работаешь с коллегой, который не твой супруг, вы поработали и разъехались по квартирам. И как бы забыли про материал до следующей репетиции. А тут репетиция с нами идет до квартиры, потом репетиция продолжается в квартире, все это обсуждение. Бывает еще разный стиль. Недопонимания какие-то. Да, разный стиль репетиции. Давай повторим. Я хочу чай попить. Давай повторим, я хочу поспать. Давай мы пройдем это. У нас очень постоянное обсуждение. Они накидывают очень много точек соприкосновения, которые для обсуждения. Если кто-то не согласен с чем-то, бывает иногда, начинается конфликтная такая острая ситуация. Но интересно. Ну это интересно, да. В таких ролях мы еще впервые. То, что мы уже как супружеская пара, еще играем в супружескую пару. Раньше мы играли просто любовь. Да, мы еще. Ну пора взрослеть и идти на новый этап. То есть вы, я вам прям желаю перед Новым годом и вообще на дальнейшую вашу супружескую жизнь, чтобы вот этот кризис вы пережили только на сцене. Спасибо большое. Возвращаясь к премьере, зрители увидят и прекрасно также, услышим ли мы прекрасные вокалы? Я знаю, что русский театр наславится своими исполнителями прекрасных песен. Да, да. Обязательно. Обязательно, да. Как же без прекрасного вокала. Мне кажется, что мы попытались драматическую часть спектакля сделать драматической частью, не музыкальной, сколько... То есть музыка не главная здесь, но смогли вмонтировать, режиссер смог вмонтировать музыкальную часть очень органично, и получилась такая, ну, дуальность такая появилась в спектакле. Это тоже очень хороший ход, очень интересный. Прекрасные голоса наших коллег Мария Ларина, Степан Федоренко, Илья Данилевский будут радовать, радовать и радовать. Ну, а для тех, кому вот эти взрослые истории, ну, еще рано познавать, маленьким зрителям, что же вы приготовили? Ох, Карлсон, малыши Карлсон, это чудесная сказка получилась. Она и веселая, и трогательная. Мне кажется, я всплакнула, когда смотрела, настолько она... Да. Так наши ребята работают от души, честно. Очень классно получилось. Поэтому мы приглашаем всех телезрителей, гостей нашего театра. Больших и маленьких. Больших и маленьких. Всей семьей приходите. Это что-то... Что-то очень интересное. Поэтому... Мы вас ждем со второго по восьмое. Со второго по восьмое, друзья, отправляйтесь в русский драматический театр имени Пушкина. Ну, и вы, в итоге мы уже подвели ваши, очень хорошие. Вы можете поздравить и наших телезрителей, и своих коллег с наступающим 2023 годом. Да, поздравляем с наступающим новым 2023 годом. Желаем всем и каждому, чтобы 2023 год прошел у вас в улыбках, в радости и надеждах на свершение чуда. И в любви, чтобы любовь была во всем. С удовольствием присоединяемся и тоже вас поздравляем. Желаем вам интересных ролей, классных сценариев, ну и, конечно же, новых наград. Спасибо большое. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Красота в ритме танца. Премьера на нашем канале. Танцуй! Скоро! Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. 61 двор вошел в перечень территорий по итогам конкурсного отбора проекта «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке. Всего на конкурс поступило 106 заявок от 64 муниципальных образований. Главным критерием при оценке являлось наличие разработанной проектно-сметной документации. При этом приоритетными проектами стали те, в которых учитываются региональные климатические особенности и идентичность территорий. Отмечается, что основную долю из прошедших конкурс проектов составляет Якутск. В столице планируют благоустроить 21 дворовую территорию. Остальные 40 дворов будут благоустроены в 26 муниципальных образованиях. Донорство – одна из важнейших составляющих современной медицины. Полноценной замены донорской крови не существует, поэтому каждый донор необходим. Работа службы крови обеспечивает потребности всех медицинских учреждений Якутска. В среднем в день кровь сдают около 70 человек. В год станция переливания заготавливает более 10 тонн крови. По всей республике этот показатель достигает 16 тонн. Накануне длинных новогодних каникул медучреждения создают запас крови для экстренных случаев. Безопасность донорской крови – это всегда на первом плане. Что касаемо заготовки донорской крови, кроме клеток крови, плазмы крови, все должно быть одноразовым. Вообще безопасность проходит красной линией по всей нашей службе крови, начиная от донора и заканчивая рецепиентом. Потому что от всех наших действий, от наших правильных знаний, умений, квалификаций зависит жизнь больного. Международный комитет «Дети Азии» отмечает 10-летний юбилей. Создание подобной международной организации расширило круг возможностей проекта. Сегодня это не только спортивные игры, но и целый ряд других мероприятий, направленных на развитие детского спорта, межкультурных отношений, а также продвижение идей олимпизма среди подрастающего поколения. За 10 лет своей работы комитет разработал и упорядочил нормативную базу, учредил и проводит зимние и уличные игры, саммит молодых профессионалов для подготовки спортивных менеджеров. Кроме этого созданы образовательные и тренировочные программы по отдельным видам спорта, направленные на подготовку юных спортсменов. С 2012 года была начата работа, конечно, по формированию нормативной базы, потому что до 2012 года от игр к играм менялись условия, менялись возрастные категории, виды спорта и так далее. Поэтому здесь было важно закрепить документально именно те традиции, те моменты, которые были в играх с самых их создания. Кинематографистам Якутии вручили гранты на поддержку и укрепление национального кинопроизводства, провели торжественную церемонию вручения сертификатов победителям конкурса на предоставление субсидий с госбюджета республики. От имени правительства победителей поздравил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер Сергей Месников. Зампред сообщил, что на участие в конкурсе поступило 18 заявок, а всего в этом году выделено 25 миллионов рублей. Региональная конкурсная комиссия отобрала 8 лучших проектов, среди них сертификат почти на 7 миллионов рублей получил режиссер Эдуард Новиков. Мой проект называется «На краю света». Это по повести Николая Семеновича Лескова. Это русский писатель, очень хороший рассказ. Это действия происходят в нашей крае. И в этом году я второй раз участвую в этом и выиграл, и рад этому. В 2023 году будем снимать этот проект, и в 2024 году выйдет этот фильм. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну что, друзья, время нашего эфира подошло к концу. Всем желаю плодотворного дня, отличной недели, хороших, позитивных настроений. Оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте в курсе всех событий этого дня. Субтитры создавал DimaTorzok